Привет, мои дорогие мучачеси, девчатосе, комрадосе! Мы идем сейчас с вами в магазин, который называется Хамдипа. Хамдипа это магазин, в котором продаются хостовары и строительные материалы. Обычно куча людей в этом магазине тарится. Я иду по нужде, потому что мой сын потерял швабру и ведро при переезде. Я думаю, что он просто забыл их на прошлой квартире на балконе. Вот смотрите, как вам такой цветочек, 36 долларов, вот один. Симпатичный, конечно, цветочек, 36,98. Вот такой один цветок, 36,98. Хотите, покупайте, хотите, смотрите. Ну, как бы то не один цветок, тут они что-то, экибанку какую-то сделали, да, подсадили туда все. Вот поменьше, эти 6,98, вот такие малюхонькие цветочки, 6,98. Для тех, кто спрашивал, как строить дома, я хочу сказать, что дома сейчас строят очень дорого, потому что очень дорогие цены на все. Так. Здесь вообще не едет тележка. Наша задача, ребята, найти телегу, которую почему-то все разобраны. Нам она нужна, значит, нам надо найти. Вон там стоит какая-то пустая тележка. Я говорю, сервис портится просто на глазах. На глазах портится. Значит, где тележки где-то же есть, почему их нету? Надо идти, теперь собрать тележку посреди кумбы. Погода просто кошмарная. Вот всю неделю, как я приехала, то дождь, то град, то торнадо. То дождь, то град, то торнадо. Полный песец. Нету ни одного нормального дня. Вот. Хотела сегодня сделать этот стрим про торнадо. Вчера было 25 торнадо в США, в Небранске. У нас было, в Оклахоме было. Это еще не конец. Сказали, что сегодня торнадо идет на Мичиган, по-моему. Что тоже ненормально для Мичигана. Ветер сильный, холодина. Все какое-то грязное. Все какое-то обшарпанное. Какие-то мусор везде. Так. Значит, вот коврички. Как вам такой ковричек по 15 долларов? Вот так. Мягкие такие коврики. Не надо за такую сумму коврик. Мне надо швабру. Что-то тележка толком не видит. В магазине продается все китайское. То есть те, которые тут мне пишут. О, я там поставила бахилы, которые цепляют. Ну, поставила бахильницу. Это же где-то сделано. Оно же сделано не в России, а что в Америке сделано. Вот такой вот зонтик со столиком. 500 долларов было. Сейчас вон предложили. А нет, это уже со скидкой до 500. А было 749. Налетайте. Так, подушки. Я помню, раньше такие подушки были по 5 долларов. Сейчас посмотрим, почему эти подушки. А нифига, 24 доллара. Вот такая подушка. Ребята, 24 доллара. Вот такая подушка. Вам как? А вот такая поменьше 19. Такая же. Что-то прям цена вот эти, почему подушки. Ну, смотрите, цены на подушки. 16. Ну, это все в китайского производства. Сейчас даже посмотрим на ценник. Где оно сделано. Давайте. Вот симпатичная подушка. Такая. Ну. Короче, сделано в Китае материал. И в Тайване порезали ее. А потом пошили в Китае. Представляете? Вот, видите. Сделано из... Из... Сделанного в Китае задней части. Вот это, наверное. Вот это. Это задняя часть сделана в Китае. Фабрик. Мэйдин Тайвань. А потом сделано в Тайване порез какой-то. И пошито снова в Китае. И заполнено все же. Заполнено уже вот этим поролоном в США. Понятно. Все по части все порезали в Китае. Присывали в США. В США заполнил этим поролоном. И вот подушка. Вот. Ну, это можно тут любую смотреть вещь. Все будет сделано в Китае. Но, тем не менее, у нас патриоты выползут и будут тарать, как резанные. Что ты показала там какую-то... Эту, как ее... Видишь эти... Как их называют? Швабры. Ты показала нам бахильницу. А где она сделана? Ну, там же она сделана, где все, что в США сделано, включая айфоны. Все сделано в Китае. Что где сделано? Только цены будут в три раза дороже. Ну, так. Это всякие травы. Это мышевки, что ли, для котов. Значит, мне нужна швабра. Вот такой вот там... Две упаковки от муравьев. 20 долларов. Так. Где же швабра? Где же швабра? Вот тут что-то похоже. Нет, это... Это телескопические хрени, чтобы доставать даже лизей до потолков. Вот это вот чистить эти... Чистят... Вот окна чистить. И эти... Вентиляторы чистить. Вот это все для чистки. Вот такая хрень. А мне нужна просто обычная... Обычная швабра. Так, это... Так, это... Мог начистить все тряпки. Тряпка такая 5,97. Вот. Чистить краны и так далее. У меня, по-моему... Кстати, таких полно штук. Вот. Мне это не надо. Мне нужна швабра, которую я пока не наблюдаю. Это типа... Еще не понимаю. Какой-то этот... Исключитель запахов. Убийца запахов. Ну... Что не с ним делать. Вот тут уже упаковки полотенец. Ну, это для чистки. Это для машин. Мне такое не надо. Мне, по идее, нужны... Коханые. И полотенца. Вот так... Упаковка вот таких губок 8,98. А мне нужна тряпка омыть... Полы. Слушайте, надо следить за коляской. Не успею мякнуть именно ее... Под мусор. Вот так, что-то мне опять потом бежать где-то и схватить эту... Поляску. А, вот ведра. Ура! Ведра для мытья полух. О чем ведра, ребята? Ну, ведра особо не подорожали. По крайней мере, у меня было вот такое ведро. Оно 5,97. Вроде как оно так и осталось. Тоже, конечно же, сделано в Китае. Такое ведро поприличнее 12 долларов. Есть еще ведро вот такое за 11. Не знаю, что у него такого. А, наверное, швабру макать 9 долларов. И какое-то все крутое ведро за 19. Нам обычное ведро за 5 долларов. Строит мыть полы сеном. Так, теперь надо найти швабру и какую-нибудь тряпку половую. Или, может, старое полотенце какое-нибудь выделить и мыть полы. Я сомневаюсь, что оно будет их мыть. Знаю моего сына. Скорее всего, как я помою полы, я, наверное, еду на полгода в Россию. Полгода эти полы будут немытые. У меня вот такое, ребята, впечатление. Ну, чем полы мыть-то? Это же для окон. Это для окон. Швабры существуют в этом мире. Знаете, была у меня швабра, которой уже было 100 лет. Я ему давала. Этой швабре было столько, много лет. Все время классная была швабра. Нет. Он ее забыл. Теперь швабры нет. Теперь мне надо морочиться искать. Вот какие-то эти полотенца по 24 доллара упаковка. Вот чуть меньше их. 19,98. Но мне не надо целую упаковку. Их полотенец. Знаете, чтобы были хорошие полотенца, то такое. Четко, что из боку бантик. Последняя упаковка, понимаете. Так, это тоже для машин. Не знаю. Что за полотенца? Вот какие-то. 9,98. Майкрофайдер. Майкрофайдер не надо. Майкрофайдер не надо. Точно придется какой-то старых полотенец, наверное, использовать для места швабры. Места мыть полы. Так, ну ведро есть. Теперь швабру вот такие хотя бы надо купить. Знаете, мне нравятся вот такие салфетки. Конечно, то, что было подешевле, уже разобрали. Вот такими салфетками, они влажные. Вот так открываешь. И тут рулон влажных салфеток. Вот. И ими можно протирать. Бактериальные. А есть вот. 350. А есть вот такие. Вот. Убивает запах дезинфицирующей салфетки. Вот так открыл. Ну и вытаскиваешь оттуда салфетки. И ее можно протирать. Вот это, наверное, мне пойдет. Такая. Сейчас сравним. Одинаковая, одинаковая. Упаковка таких салфеток вытирать. Пыль. И запах у нее лимоновый. Сойдет. Что это такое? Крокодиловые. Вот, наверное, инструмент очистить. Не мое. Так. Дальше что еще? Ну, смотрите, ребята. Ну, такие всякие хлорексы. Я думаю, то же самое, что и в России. Просто здесь это будет стоить до раза гораздо больше. Таблетки для туалета. Кидаешь в туалет унитаз. Она с хлорином. Ну, 12,98. И здесь 4 таблетки. Говорят, что хватит на 16 месяцев таких таблеток. Вот. Что еще? Ну, такие есть таблетки подешевле. Их кидаешь в унитаз. 4,98. 5 таблеток. Нет, не в унитаз. У нас тоже, наверное, в этот кидаешь. В бачок. Или унитаз. Ну, в общем, вот такие еще есть. У меня туалетные утенки есть. Я ими пользуюсь. Вот такими. 3,98. Или вот 6,98. 2. Унитазы для унитаза. Утенки у меня есть. Вот упаковки целого. Клорина. Блич. Это просто хлорин. 10 долларов. Что-то мужик так вонк разоваривает. Как будто прямо он один тут находится. В магазине. Гнаглый. Так, ну, давайте покажем вам. Вот еще, кстати, я хочу. Меня спрашивают про Россию. Ничего не хватает. Мне не хватает вот таких баунти. Полотенец бумажных. Чем они отличаются? Тоже, кстати, стали хуже. Но у меня остались запасы еще до пандемии. Они были плотнее рулоны. И очень толстая сама бумага. Вот это в России. Какие я не брала. Там и типа двойные, и тройные. Какие угодно. Значит, это 24 доллара. Вот такая упаковка. В ней их 6 рулов, по-моему. Да, 6 рулов всего. Но именно вот эти баунти. Они очень хорошо поглощают воду. И плотная бумага сама. В России покупала. Какую бы я ни брала, об этом брала в халсе. Даже если там двойную, типа того или тройную. Они все равно такие очень-очень тонкие. И очень тонкие. Это американцы такие. Они очень тонкие и быстро в воду пропускают. Я не смогла найти ни одного бренда. Может, вы мне подскажете. Так, ну такой швамра мне не устраивает. Честно говоря. У меня целая система 20 долларов. Вот такая система. Со своими съемными этими штуками. Вот она идет со своими, как бы, этими специальными насадками. Это не то, что мы моем полы швабрами. Вот такие американки ходят. Так, еще она из черной. Представляете? Вот это то, что я Федору говорила. Вот это уже на беременной. Это уже черного носит негритенка. Вот это вот сейчас такая система. Они, значит, девка явно либеральная. И он у нее, соответственно, черный. И вот это так и есть. Они насаживают вот эту многоразовость. И сейчас это прямо модно. Белые должны с черными быть. Плодят, негритят. Ну что, ребята, ну что, с швабрами проблема такая, а? Что за проблема-то со швабрами? Мне нужна швабра. Веников миллион. Веники, веники. Вот это что такое? Это может быть шваброй какой-то. Что это за такие? Ну вот, типа того, наверное. Ну это нестандартная наша швабра. Конечно. Я слышала, как-то мне кто-то говорил, что муж прямо сделал из деревяшек жене швабру. Чтобы было российского типа мыть. Потому что они могли найти нормальную швабру. Ну вот тут что-то похожее. Сейчас посмотрим. Вот на вот эту. Хрень. 14 долларов. Как он мог забыть на балконе эту швабру? Тут же все стоит лишенные деньги. Ага. Типа того. Вот она идет с такой вот хренью. Ее, наверное, можно стирать. Вот так вот мыть. Я думаю, что тут нам подойдет такая шваброчка. Как вы думаете? Нравится он? Ну вот. 14 долларов. Берем. Теперь у нас есть вебрю. И есть швабра. А тут для них целый продается пакет. Со шваброй. 39 долларов. Ага. Смотрите, какие веники прикольные. Молодцы, венички такие. А это для чего? А, это воду добавлять. Чтобы антибактериальная какая-то была. Веник вот такой стоит вот 6 долларов. Ребята, такой. Он без этого. Без ручки. Ручку, видимо, надо отдельно покупать. Ну, вот такой смешно маленький веничек. Приятный. Но веник у меня есть. Поэтому веник мы брать не будем. Сейчас я не могу сказать, что швабрами происходит. Может, лучший вариант есть. Ну, это 13 долларов. Это такой макающий. Мне такие не люблю макающие. Люблю с насадками. Есть насадки отдельно. Прям такие, гляньте. Цивильный, микрофайбер. 8 долларов насадка. Есть вот такая отдельная насадка. 9,95. А я, значит, взяла вот такой с насадкой уже. Где 15, да? Вот такая насадка есть за 9. Вот такие есть швабры, которые идут вот с такими вот уже готовыми штуками. То есть это будет выглядеть вот так, видимо. Вот можно в это ведро ее макать. Ого, это тоже макается. То есть это вот таких из веревок. Ну, что-то из веревок. Видите, все, вообще пришло. На леканец им объяснять. Вот такие, гляньте, тоже с каких-то полосочек. Вам нравятся такие швабры? Я таких не люблю. От слова вообще. Для меня вот эти макания, вот такие развозения мусора туда-сюда, грязи. Я люблю такую стандартную, вот такую швабру. Раз, помыл. В общем, стандартной швабры нету. Они столько такие. Вот еще какая-то хрень. В общем, вот это такой, с веревок. Понятно? Вам мыть полы. Это как на палубе, на тросу. Помыть или вот такой, да? Древочная такая штука. Тоже мне такие не нравятся. Вот насадка. Ну, вот это вот, такого плана мне надо, видите? Раз, вот такую насадку нацепил. Вот мы ее и взяли. Еще есть целый пакет вот такой, 13, 40, 37, 34 доллара. Целая система для теплов. Еще вам просто таким ведром. А, вот это вот оно, наверное. Вот это для профессиональных нацеп. Вам, наверное, такое неинтересно смотреть, да? Такие есть пола шлифовщики, 49 долларов. Всякого разного вида дрели. А, еще мусорка мне нужна. Хорошо, что сюда зашло. Так. Мусорку. И мне нужна мусорка. Мне нужна маленькая мусорка, которую сын тоже забыл на прошлой квартире. Молодец. Маленькую мусорку забыл. Мне нужна вот такого плана для туалета. Она была узкая у меня. А это, видите, широкая. Она может и не поместиться между унитазом и раковиной. Это, наверное, самая узкая мусорка, которая есть. И она стоит... Сколько же она стоит? Еще вот такая, подождите, есть. Ну, примерно то же самое. Мне придется заказывать на Амазоне. Знаете, 7,97. Обидно. А у меня была, знаете, такая маленькая узкая мусорка. Прямо вот узенькая. А это, видите, такие круглые. Они занимают много места. И его просунуть порой между унитазом и... Ну, раковиной бывает нет места. Но я думаю, что это был самый лучший вариант, который здесь присутствует. Мне не нужны такие механические всякие. Вот это был бы хороший вариант, если бы она была не круглая. Была бы вот такая прямоугольная. Вот типа такой, но это сильно большая. А это сильно кругленькая. Понимаете, мужик свалил так долго. Мусорки здесь мерил. Мух меня запустить сюда. Ну, да, ребята, в принципе, взять лучше нечего. Ну, не наш вариант. В общем, в итоге я ухожу без мусорки отсюда. Вот это может подойдет. Давайте-ка. И вот поменьше вроде. Мусорка. Сейчас 9.97. Может быть, вот такая подойдет. Надо было ему забыть. Такая была хорошая мусора. Я ее покупала на Амазоне с доставкой. А теперь надо заново заказывать. Потому что это большая. Я говорю, как ты мог забыть? Ой, он там стоял. Где-то там в углу. Большой мне мусорка. Мусорке стоят деньги. Тебе кто разрешал ее забывать? Все забыла. Вот тебе представьте. 15 долларов вот это. Швабра. 5 долларов ведро. Мусорка сейчас будет еще долларов 10. Вот пошел так вот. 30 долларов. А в нарувном месте ни за что, ни про что отдал. Еще мне нужны крючки для полотенец. А вот какие-то мусорки. Давайте посмотрим, что это. Ну вот эти поуже мусорки. Это для... Оказывается, это для угля какие-то. Ясно? Это не мусорка. Это для угля. А вот у нее потому что есть ручка такая. Это вот на модели, где уголь продается для грилей. Ну это не то, что нам надо. Ничего с ним. Это мусорка не подходит. Вот типа такой бы, да? Но гляньте, это 29 долларов. Это тоже, оказывается, не просто мусорка. Это хрень для угля. Контейнер. Вот такой контейнер бы мне подошел. Но он не должен. Стоит 29 долларов. Только потому что он для угля. Для гриля столько стоит. Реально мне надо не больше там 5 долларов мусорка. Пластиковая. Иначе он будет кидать просто в быстрый мусорный пакет. Вот этот мусор. Придется заказывать в интернете. Опять это все дело. Так, гриль для гриля. А, лампочки мне нужны. Сейчас, ребятки. Был дома миллион лампочек. Вот он переехал. Найти невозможно. Где эти лампочки? Куда он их дел? Параже. Все заставлено. Найти я не могу. Мне нужны обычные лампочки для, типа, настольной лампы. Он их выкрутил для перед переезда. Видимо, чтобы они не разбились. Куда он их делал? Он их не помнит. Куда они делись, эти лампочки? Да, вот это мое любимое. Бумажное полотенце. Баланки. Самое лучшее. Хоть с Америки их вези. Или бизнес открывают для таких бумажных полотенец. Потому что Россия качество бумажных полотенец никуда не годится. Или бренды, которые я нахожу в Ховсе, они, значит, не те бренды. Лампочки. Одна такая лампочка. Двять сорок пять. Вот таких вот несколько. Девятнадцать девяносто пять. И они все вот это с белым светом. Мне такие, ну, все сейчас обычных старых лампочек с пружинкой не найти. Двенадцать долларов одна лампочка. Чего это за цены вообще такие? Можно мне одну дешевую лампочку для светильника? Мне не надо по двадцать долларов. Потому что они все LED теперь. А как только LED, сразу цена бешеная. Вот. Тоже десять долларов. А их тут всего три, по-моему, три лампочки. Так. Обычные есть, не LED. Ага, найдете вы. Они сейчас все такие, сейчас все лампочки такие, все стали LED. Обычные лампы не купишь. Цена на эти LED нереальная какая-то. Вот это уже еще, люди ходят, американцы тоже ищут обычно. Лампы, их нет, их перестали выпускать. Я уже давно заметила, что обычных ламп нету. Они, во-первых, стоили в три раза дешевле. Типа экономят электроэнергию сейчас или что. Умные лампы, такие лампы, всякие лампы. А вот этих наших обычных, которые были со спиралями, их сейчас не найти. Десять долларов, но здесь их хотя бы сколько-то много. Вот прозрачные. И свет весь белый. Я хочу желтый свет. Я читала, что белый свет, он вредит. Вредный. Видите, они все white, white, все белые. Софт white, от него этой целой коробки. Одиннадцать долларов. Упаковка. Мне кажется, это вообще не тип, который мне нужно. Вот если он их выкрутил. Вот выкрутил, потом ищи их одея. Подходящие лампы. Еще не факт, что подойдут. Помоги, возвращай. Такая морока. Россия тоже такая, ребята, что невозможно найти желтого цвета. Почему все белый? Белый свет. Они такие ярко-белые, они аж глаза бьют. Так, вот какие-то. Клес глаз. Двадцать восемь. Все LED. Вообще нету обычных лампочек больше, ребята. Не купить. В общем, проблемы. Придется, наверное, через интернет заказывать. У меня такое подозрение, что в магазине их уже извили на нет. Все LED. Маленький LED. Маленький LED. Маленький LED. Так, я не поняла, где моя корзина. Сами лампы настольные. Может быть, там будет. Вот. В общем, все пока новости на сегодня. Всем пока. Спасибо, что были со мной. Ну что, ребята, вышла я из магазина. Печальная действительность. 96 долларов 53 цента и пустая коляска. Значит, вот у меня была швабра. Коврик. Коврик. Этот коврик с меня содрали 17 долларов. Знак вот такой 12 долларов. Пачка салфеток. Буквы для номера телефона, который надо наклеить, будет вот сюда. Это мне на дачу повесить, на продажу, там часть земли каким продать. Крючки для полотенец. И два вот таких упаковки. Это рамочки с вешалцину для картин, которые у меня там напечатаны. И ведро мыть полы. Вот и все. Вот и все, ребята. Вы видите сами, что очень коротенькая квитанция. Все, что я купила. Вот. И очень печально, что это все 96 долларов 53 цента. Я в печали. Я реально в печали. Вот этот магазин. За что 100 долларов? Вот скажите мне. За что? За ведро со шваброй и коврик. О, как я зол, как я зол. И я еще не купила мусорку. У меня была еще мусорка, и я так размера не нашла. И лампочки так я не нашла. Вот так я сходила в магазин, ребята. 100 долларов, как с куста. Не за пустую коляску. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok